В понедельник прям прихожу, полянку ведешь, саду к нам сразу зайдешь. Ладно? Сейчас выходной. Все, давай. Ну вот и замечательно. Одну мамочку спасли. Спасли или не спасли, время покажет. Теперь за поведением мамочки следят сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как долго она будет находиться под контролем, тоже зависит от родительницы. Не все мамы и папы спешат принять помощь специалистов. А слова «встать на путь исправления» для некоторых и вовсе звучат оскорбительно. Мол, да и так все в порядке. Ну, оступились, с кем не бывает. Так каковаться на ошибки в воспитании ребенка? И где та самая грань между благополучием и неблагополучием семьи? Об этом и не только в новом Дне города. Защищать права детей – это не значит бороться с ненадлежащим поведением родителей. Свою работу сотрудники комиссии называют профилактической помощью. На территории Ленинского района сейчас насчитывается около 18 тысяч несовершеннолетних. Это самый густонаселенный и сложный район нашего города. В нашей комиссии, вот мы работаем я и Светлана Викторовна, у нас в комиссии должно быть 5 человек. 5 человек освобожденных, которые должны, потому что вообще по указу президента на 5 тысяч подросткового населения должен быть один инспектор по делам несовершеннолетних и один специалист комиссии. То есть вот мы бы, чтобы мы работали, например, в пятером, а что мы работаем с ней вдвоем. И как бы отказаться ничего нельзя, потому что мы им все направлены на профилактику. Сегодня на столе 35 административных протоколов, 35 судеб. Каждая требует особого изучения. Этим как раз и займутся члены комиссии на итоговом заседании. Такие встречи проводятся два раза в месяц. А вот главные участники идут на них неохотно. Приходится звонить и напоминать. Некоторые родители специально отключают телефоны. Но так или иначе процент не явившихся на заседание ничтожно мал. Семьи приходят с единственной целью – убедить комиссию в том, что их ребенок в будущем не вступит в конфликт с законом. Родители своих детей очень защищают. Потому что, в общем-то, если они прошли на заседании нашей комиссии, это влечет для них определенные последствия. То есть это постановка на учет в отдел полиции. То есть это контроль за ними по месту учебы, контроль по месту жительства со стороны различных правоохранительных органов, со стороны нас. Это, в общем-то, и некоторые мне очень нравится. Некоторые очень пугаются за свое дальнейшее будущее. Потому что в любом случае, я все время говорю, ошибки может совершать каждый. И каждый в жизни может отступиться хоть раз. Все начинается с пропусков школьных занятий. Потом улица, друзья, свобода затягивает быстро. На последней комиссии Ване пообещали – не изменишься, отправим в спецпту закрытого типа. Матери пришлось взять отпуск, чтобы отводить и приводить Ваню в школу. Хотя сам мальчик говорит, что исправиться было исключительно его желанием. Сейчас после учебы идет на работу, помогает бабушке разносить газеты. Вот уже несколько месяцев Ваня занимается брейк-дансом, общается с новыми друзьями. Сегодня на заседание комиссии он не приглашен. Больше всего я исправился благодаря Елене Семеновне из комиссии. Они меня объясняли, что... Ну, я несколько раз у них была. Они мне объясняли, что лучше идти хорошей дорогой, чем плохой. Потому что можно, если, например, загремишь куда-нибудь, ну, типа тюрьмы малолетней, вот, то потом от нее пойдешь куда-нибудь в другую, потом в другую, потом в другую, то есть... Ну, то есть они меня поставили на верный путь, и я сейчас стараюсь, исправляюсь. То есть... Ну, пока у меня сейчас все хорошо, осталось справляться. Подростки старше 15 лет в основном нарушают антиалкогольное законодательство. Львиная доля административных протоколов в прошлом году пришлась на распитие несовершеннолетними спиртных напитков в общественном месте. Материалы по фактам краш и мелких хищений здесь в основном идут дети более мелкого возраста. Где-то вот начиная с четвертого класса и седьмой, восьмой. Потому что когда они уже более взрослые, они немножечко становятся все равно, у них поступки обдуманные. Когда они маленькие, они еще трусовато, они боятся. К примеру, подойдем как-нибудь к мальчику какому-нибудь, попросим, дай скачаем музыку, типа. Типа, да, я сам, у меня лучше получается, быстрее. Берешь и просто... Если мелкий пацан, можно просто уйти. Но если где-нибудь с нашего роста, просто убежать. Исходить надо из интересов потерпевшего. Я никогда не буду оправдывать человека, который совершил любой проступок, который именно связан с нарушением закона. Потому что в любом случае у тебя должен быть мозг, и в любом случае ты должен знать, это делать нельзя. Потому что когда мы начинаем запрос, я говорю, скажи мне, пожалуйста, человек, кто берет чужое, как он называется? Он говорит, вор. Я говорю, ты вор? Нет. Ну ты же взял чужое. И он задумывается, мамы плачут, дети плачут. Ну лучше вообще не красть, по-моему. Потому что тогда это... Вот я недавно гулял, да, ходил в Серебряный город, в кино. Вот. Мы шли с другом, да, в кино. Нам какой-то мальчик попался. Он такой, я крутой, короче, мы можем... Ну, типа, он может, да, вынести из главмага все, что угодно, и его ни разу еще не полили. Он такой, хотите, покажу? Мы такие, ну давай. Мы зашли в этот, в Серебряный город, мы купили с ним, с Максимом, одну шоколадку. А вот этот мальчик сказал, ща выйду. Мы сидели, ждали, ждали. Это выходит из кассы, такой, типа, разговаривает по телефону. Выходит, выходит. Его остановили, завели, увезли на милицию. Вы не поверите, у нас приходит мама, адвокаты, у нас приходят папы, сотрудники правоохранительных органов, у нас приходят работники банков, у нас приходят, и они вообще сами, потому что, я говорю, милая мама, скажите, почему? Она говорит, вы знаете, вы спросите у нее, почему? Я не могу понять, что им не хватает. Вот здесь я вам сразу говорю, что здесь это вопрос интереса и вопрос подражания вот тому человеку, который был в этот момент рядом с ним. Я думаю, вот если будут родители разрывать, да, их друг от друга, я думаю, они будут, наоборот, еще больше сталкиваться. То есть, наоборот, будут еще больше стремиться друг к другу. Вот я вот так же вот с одним мальчиком это, ну, совершал преступление, да, все время. Нас потом пытались все разъединить. Мы, наоборот, все больше и больше, ну, как пытались секретно там гулять, все такое. Вот, а потом родители как-то подумали, и, наоборот, и родители наши подружились, и, ну, и мы стали, наоборот, не отделить, ну, не как, ну, не дружить, а, наоборот, дружить. Вот так вот. Вот, и сейчас вот все хорошо, ничего не совершаем. Вместе за ум взялись. Заседание комиссии длится более пяти часов. По закону о персональных данных мы не имеем права распространять информацию о детях, приглашенных на комиссию, без согласия их родителей. Поэтому зал заседания нам пришлось покинуть. Но работа специалистов на этом сегодня не заканчивается. Итак, лица героев второй части программы нам придется скрыть. Все имена и фамилии будут изменены. Все остальное – чистая правда. Ой, сегодня пятница, но рабочий день не кончается, потому что очень много дел, которые не сделаны. Их надо сегодня все завершить, потому что в пятницу всегда пьяные родители, дети, которые не ночуют дома. Чтобы все-все-все у нас получилось. Сегодня мы проводим вот такой профилактический рейд, вот такой вот хорошей мобильной группой. Сначала мы проверим семьи, которые нас очень тревожат и которые, в общем-то, были привлечены по статье 5.35 к административной ответственности. А потом мы посмотрим на детей, которые имеют условно-мерное наказание с целью для того, чтобы выявить у них нарушения, которые на них были возложены судом. Оля Николаевна, я попрошу вас сразу возьмите протоколы. Лучше мы там, в общем-то, чуть-чуть задержимся. Если будет сразу, вы их там составите на месте. То есть, если вдруг по дороге у нас с вами какая-то внештатная ситуация, пьяные дети или еще что-то, конечно, мы сразу включаемся в процесс и не будем там срога отвлекаться. По плану сегодня посетить шесть семей, стоящих на учете комиссии и семерых условно осужденных подростков. Такие рейды проводятся еженедельно, обычно ранним утром. В вечерних посещениях, можно сказать, внеплановых, участвуют по доброй воле. Пятница пьяница, шутят инспекторы. Быть нежданными гостями – для них желанная участь. Первая семья проживает в подвальном помещении. До этого там обитало еще четыре, тоже находящихся в так называемой группе риска. С недавнего времени Ивановы живут одни. Ой, какой ты порядок-то любила. Ой, какая умница. Слушай, вообще молочина. Состав небольшой – мать и трехлетняя дочка. Почти два месяца назад у Татьяны изъяли ребенка, поместив Олю в первую городскую больницу. В квартире был настоящий притон. Сама мать находилась в невменяемом состоянии. Дочку вернули. Надежда на исправление мамы оправдалась. Не заберем тебя, не бойся, с мамой будешь. Девочка еще не говорит, хотя по возрасту уже пора. Прячется от людей. Тем временем сотрудники комиссии внимательно осматривают помещение. Бутылок нет, еда есть, планы на трудоустройство тоже. Я либо на мою почту пойду, письмо, значит. Ты как принцесса. Либо на Жизелеву пойду. А на Жизелеву, куда? А там этим, как… забыла. Курьер. Курьер, да. Я вам что хотела сказать? Спасибо, что у меня петух вовремя крыла. Конечно, конечно. То есть не зря, не зря мы к тебе приезжаем. Не зря ты нам ждала ночью-то и сказала, что она в бассейн. Я говорю, я после бассейна ночью приеду, она в бассейн ходишь. Попробуй, только не приедем. А, ну что, попробуй, не приедем, я буду ждать. Ну, она была… Она плохо себя вела, плохо. Стоитовичная. Мне вот жалко этих деток хороших. То есть вот редко, но вот слава богу, если она как бы справится. Сейчас мы тоже к которой маме едем. То есть она, говорит, тоже у нас очень сильно пила. Сейчас вот закодировалась. Как у нее там будет происходить дальше, адаптация. Там все дети маленькие. Многодетная семья Елены Вагина этот вечер проводит у телевизора. Дети постарше смотрят мультики. Маленький Петя играет в настольную игру. Ребята успокоились. Мама, наконец, перестала пить. Многодетные женщины, они очень уязвимы. Психологические, физиологические, физические по всем вопросам. Поэтому очень это объемный вопрос. На все вопросы ответы уже получены. Вагина срывалась несколько раз. Сейчас кодирование уже по счету третье. После медицинской помощи ей все-таки вернули детей. Теперь вплотную занялась их воспитанием. Говорит, что с детства важно прививать мальчишкам уважение к женщине, к матери. А моя задача воспитать детей. У меня одни мальчишки, поэтому я должна все. И мне старший сын говорит, ты их ботаниками растишь. Да я буду до 10 класса провожать их в школу и встречать, чтобы они выросли такими, как я хочу. Я уже объяснила, какими. У нас же в комиссии есть врач-нарколог, который, в общем-то, нам идет на встречу. Мы можем их пролечить анонимно, мы можем их закодировать. Поэтому мы к ним все время обращаемся за помощью. Вот ей огромное спасибо, ношение на колонне с Сахаровой. То есть вот она ее приняла. И мама сама реально понимает, что если только вот это вот не кодирование, то детей мы, конечно, она уже никогда больше не увидит. И если сейчас, вот не дай бог, у нее будет срыв, то детей уже однозначно не вернут. В следующей нехорошей квартире, по словам самих жителей, пить тоже прекратили. Вот видите, уже третья семья, пятница. И все проводят ее на сухую. Вы давно? Сколько не пьете? Ну, примерно сколько? Месяц, два, три? Узнают на дочь на день рождения. А когда вы ловите на день рождения? 16 марта. Марта, да? То есть сейчас к вам не ходят? Тут вот все ваши эти знакомые лица. Даже удивительно. Ну, кроме взрослой дочки, живущей вместе с ухажером в квартире матери, Мария Кузина воспитывает 14-летнего сына, ученика четвертого класса. Мальчик уже несколько раз оставался на второй год. Я расстаюсь в управлении. Что, один, пятерки, да? Нет, не очень. Не очень? Ну, давай, конечно. Семья под наблюдением комиссии около пяти лет. В феврале этого года Кузину заочно лишили родительских прав в отношении младшего сына. Ребенок сейчас находится в Шуйском коррекционном детском доме. Матери дали три месяца на исправление. Вот скажите мне, сколько мы с вами уже? Года три нам дружим, да? Дри или четыре? Видите, чем завершилось? Мы с вами ведь как бы разговаривали. Вас очень много раз предупреждали. Перестаньте. Посмотрите. Бабушка умерла, ушла на тот свет. Малыша вы лишили. Да, это нас снимает. Не переживайте. Малыша лишили, лишились, потому что, в общем-то, это все вот это ваши пьянки-гулянки и все, что было раньше. Дай бог, конечно, вернут, если Вика выросла, слава богу. Вы сейчас это вот потеряете. А вот в эту квартиру поначалу казалось, что и вовсе попасть не удастся. На звонок домофона никто не отвечал. Дверь долго не открывали. Девочка маленькая, она дома одна, она есть готовая. Часто вот раз в мату маму будет на работу. Когда-то работаем, месяц работаем, полгода дома сидим. Вот сейчас блины стряпает. Ну, так я, я... А на чем она стряпает-то? На этой, как его? На плите, что ли, электрической? Конечно, у нее все отключено. Вы самокольный газ отключили, пришли. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Не плачь, не плачь, успокойся. Иди, пшшш. Ты сейчас убежи. Не заходи. Почему ты плачешь? Ой, бочек, еще злоточка. Ты не плачь, успокойся, пожалуйста. Мама-то давно ушла? Оль, у тебя там не сгорел, блин-то? Выключи газ, пожалуйста. После 10 вечера девочка дома одна. Толком объяснить ничего не может, сильно испугана. Жарит блины на ужин и ждет маму. Та обещала прийти сразу после работы. Задерживается. Больше всего на свете Юля боится, что из-за поведения матери ее с младшим братом заберут в детский дом. Мама идет? Мама идет, да? Ну, ты что? Все, ты любишь. Разбирай кистошелек. Так, не реви. Такой стык. Ты что все знаешь? Сейчас на ее тругаю. Тругаю тебе? Здравствуйте. Бежит сюда. Ну, что, время-то? Здравствуйте. Ну, к вам приехали. Так поздно. А что на вас одна-то дома-то? Ревет, бедолага. Жарит, что-то парит. Нет, спасибо. Света. За семьей Смирновых комиссия следит уже несколько лет. И все это время Мария обещает исправиться. Сделать ремонт, устроить младшего ребенка в садик и завязать со спиртным. Ребенок дома у вас один. Маленький с вами. Опять на вас жалоба. Сколько на комиссии вы были? Мы вам штраф не дали. Мы вот вас все как-то жалеем и все прочее. Вы мне обещаете, вы мне даете. Каждый раз вы мне говорите. Дайте, пожалуйста, недельечку. Дайте две недельечки. Если мы сейчас вас повезем через Смирнова, у вас однозначно показывают алкогольное пленение. Протокол на вас сотрудники полиции составят. Что дальше? Вы опять придете ко мне? Нет, нет, нет. Так, что я буду с вами делать? Понимаете, работаю стараюсь. Сейчас, сколько вы выпили? Я не выпила сейчас. Пожалуйста, дайте мне... Леш, ты нормальный со спиртным? Потому что я-то не убью. Подойдите, пожалуйста, к Алексею. Вот Алексей, он же тут со всеми товарищами работает у нас. От вас пахнет спиртным. Спиртным и таким вот горячительным, нормальным. Нет, лодку я не пила. Ну, а ничего... Которую вы в данный момент пытаетесь зажевать жвачкой. Я выпила балку иголок. Мага, как твои дела? Ты в садик ходишь? Да, пока еще не ходу. Почему? Потому что маму еще квитанцию не доплатила. Мама квитанцию не доплатила. По закону сотрудники комиссии не имеют права изымать детей из семьи. Этим занимаются органы опеки, представителей которых в составе участников сегодняшнего рейда нет. Все, что можно сделать сейчас, это в очередной раз пригрозить мамаши самыми худшими для нее последствиями. Детей забираем. Нет, детей не надо забирать. У нас один выход. Дети – это моя святая. Равно. Мои соседи, мои соседи, которые у нас конфлик. Мне сейчас... Вот соседка, вот на втором этаже, на четвертом этаже, квартира прямо, вот снимаете, снимаете, ворвалась в квартиру, и после этого она мне угрожала войной, и до сих пор вот так и сделала. У меня сейчас ситуация не в этом плане. У нашей ситуации, вот я вас вижу не трезво, и второй раз. Первый раз мы в прошлый раз приезжали, еще, наверное, где-то лет, но вы были немножечко, как я говорю, зука, вот сейчас. Правильно, когда мы к вам приезжали, вы практически всегда были трезвые, то есть вы были дома, еще такое. Я была дома, я всегда с детьми занимаюсь, у меня ребенок учится на 4-5. Я стараюсь за ними следить. Я одна живу, у меня ни папы, ни дедушки нет. Подождите, мы с вами этот вопрос обговаривали уже давным-давно. Ремонт-то нет, я понимаю, может, какие-то материальные трудности, еще что-то есть. Я все исправлю в течение недели. Но я вам говорю, что пить вам никто не позволит. И детей у вас на этом фоне заберут. По статистике, дети из неблагополучных семей не всегда являются злостными правонарушителями. Чаще ими становятся подростки, воспитывающиеся в нормальных семьях. Сейчас участники рейда отправляются к детям, которые по приговору суда имеют условную меру наказания. После 10 вечера и до 6 утра они не имеют права покидать свой дом. Из семи несовершеннолетних мы не застали двоих. Нежданных гостей встречает мать. На счету сына 4 кражи, регулярные пропуски заседаний комиссии и систематические прогулы в школе. В случае, если ребенок игнорирует обязанности, установленные условной мерой наказания, сотрудники комиссии вправе прибегнуть к более жестким мерам. Я его или посажу, я ему уже обещала, а что делать. Он нас не уважает, вас он не уважает и не любит. То есть он что хочет, то и делает. Еще один молодой человек успел вернуться домой до отхода стражей порядка. Говорит, что получал деньги за работу, поэтому и задержался. Кроме проблем с правоохранительными органами, у мальчика еще и проблемы со здоровьем, на которые он давно закрыл глаза. Ты посмотри, кто маму туда вел. Работаешь замечательно. Нарушаешь временной режим. Великолепно. Еще и это самое, лечиться не хочешь. Это мое желание, хочу речь. Так твое желание закончится, знаешь, как говорят, два метра вниз. Ну чего «но»? Телек всего. Это как неправильно. Ты это, шурум-бурум что ли? Нормальная голова у тебя. Мать, пожалей, если себя не жалеешь. К концу дня сила у сотрудников комиссии уже на исходе. Рабочий день закончился около двух часов ночи. Дома у каждого семьи и свои любимые дети, которых, признаются мамы и папы, хотелось бы видеть гораздо чаще. Уважаемые господа офицеры, рейд закончен. Мы с вами сегодня проделали очень большую работу. Посмотрели на наших судимых, посмотрели на наши пьяные семьи. Всем спасибо за службу. А теперь домой. Субтитры сделал DimaTorzok